напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать итак поехали что это за устройство советской эпохи а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео это закрутка настольная для снаряжения охотничьих патронов 12 калибра закрутка служит для закрепления дробового пыжа путем закатки свободного края дульца бумажной или пластиковой гильзы для удобства данное приспособление крепится к столу с помощью кронштейна кто в советские времена использовал такие аппараты это жезловой аппарат использовался дежурным по станции для разрешения на занятия поездом перегона машинист локомотива получал жезл от дежурного по станции а после прибытия в нужную точку отдавал обратно какой советский автомобиль в народе прозвали танк во фраке с 1958 года газ 21 волгу экспортировали в другие страны в бельгии волгу в шутку называли танком на колесах а в финляндии и норвегии танком во фраке а все из-за того что в западной европе многие покупатели считали дизайн волги недостаточно элегантным а машину слишком медленной и и было тяжело водить прямо как танк что это за устройство из советского периода это орехокол в форме волка из ну погоди был достаточно редкой вещью он изготовлен из бронзированного металла и несмотря на внушительный внешний вид имеет довольно легкий вес кто был автором повести после выхода который появилась тимуровское движение первый отряд тимуровцев был создан в 1940 году практически сразу после выхода легендарной повести аркадия петровича гайдара тимур и его команда следуя примеру героев произведения тимуровцы помогали старикам детским домам школам движение стремительно распространялась по стране команды тимуровцев соперничали друг с другом отыскивая сферы приложения своих сил как в ссср называлась адаптированная копия американского трактора катерпиллер 60 в 1933 году челябинский тракторный завод выпустил первый в ссср гусеничный трактор сталинец 60 который был адаптированной копией американского катерпиллер 60 эта модель выпускалась вплоть до 1937 года зачем советские подростки разламывали импортную жвачку пополам среди советских подростков ходил слух что американцы хотят истребить советских пионеров для чего прячут в жвачке лезвия чтобы найти его резинку разламывали пополам от какого советского устройства это квадратная часть на фото это кассетный магнитофон проигрыватель лота стерео который имел блок проигрыватель и отсоединяющиеся динамики с 1990 года его выпускал завод измеритель в новополоске лота стерео предназначен был для стереофонического воспроизведения фонограмм записанных на магнитной ленте размещенной в кассете мк 60 для кого предназначалась данное техническое устройство вектор это устройство вектор антирадар для водителей выпущенной опытной партии в 1990 году серпуховским заводом ротеп прибор представляет собой детекторный приемник с и в ч диапазона а проще автомобильный антирадар подающий сигнал за 750 800 метров от милицейского радара вектор антирадар прошел испытание с милицейским радаром барьер что это за советский прибор это автотрансформатор от 3 м выпускался с 1967 года несколькими предприятиями страны предназначен для ручного поддержания напряжения 127 или 220 вольт при питании радиотелевизионной аппаратуры мощностью до 250 ватт при его изменении в сети что в ссср выпускали под названием волга 10 в 1975 году в ссср появилась первая автоматическая стиральная машина волга 10 но массовой автоматической стиральной машиной стала не она авиатка автомат производившаяся по лицензии фирмы мерлани ныне индезид с 1981 года что изучали с помощью этого советского прибора это детская электромузыкальная игрушка звучащие нотная азбука выпускалась она с 1975 года качканарским заводом форманта в свердловской области инструмент предназначен для изучения основ нотной грамоты детьми в 1982 году игрушка была модернизирована что это за предмет советского периода с изображением птичек одним из самых популярных советских хобби было филуминия коллекционирование спичечных этикеток в связи с этим особым шиком было приобрести сувенирный набор спичек выпускались самые разные с животными и растениями с космонавтами и спортсменами с городами посвященные различным событиям и так далее что на самом деле под видом такого колокола это сувенирный радиоприемник радиоколокол который с 1979 года выпускал цех номер 14 а позже сузунский радиозавод транзистор и бердский радиозавод выпуск данного радиоприемника был приурочен к олимпиаде 80 приемник работает в диапазоне св как называлась эта советская головоломка 70-х годах наряду с шашками и шахматами в ссср была популярна карманная головоломка йога она представляла собой пластмассовую коробочку с полем в дырочку и набором фишек двух цветов к головоломке прилагалась инструкция с описанием сути игры для одного-двух человек игра в круглой коробочке стоила 1 рубль а в квадратный 1 рубль 60 копеек что это за техническое устройство беларусь 7 а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео это телерадиола беларусь 7 который с осени 1964 года планировал выпускать минский радиозавод имени ленина телерадиола создана на базе стереофонической радиолы минск 63 телевизора ун-47 телерадиола серийно не выпускалась было выпущено несколько экземпляров для демонстрационных выставок организована рекламная кампания но дальше дело не пошло что было в этой упаковке с изображением гусара одеколон гусар это продукт харьковской парфюмерно-косметической фабрики это густой насыщенный аромат с нотами сандала жасмина бергамота дубового мха амбры мускуса и лавандовой свежести флакон одеколона группы экстра стоил 8 рублей где использовали эту акустическую систему вега это автомобильная акустическая система вега которая выпускалась с 1987 года берским производственным объединением вега данная акустическая система предназначена для высококачественного воспроизведения стереофонических фонограмм в салоне автомобиля предельная долговременная подводимая мощность 8 ватт входное сопротивление 4 ома диапазон рабочих частот 125 16 тысяч герц масса 1 килограмм какая самая древняя специя в мире которую очень любили советские кондитеры древнейшей специей которую люди начали употреблять в пищу является корица упоминание о ней приводится в ветхом завете корицу для советского союза импортировали из индии шри-ланки малоли фасовали корицу в ссср на пищевых комбинатах в разных городах а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа как называется этот предмет в данном коротком ролике и для чего его использовали в ссср а 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 и Напишите в комментариях ваш вариант ответа. Как называется этот предмет и для чего его использовали? Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест.